Хорошо спланированный бюджет – залог комфорта жителей. Такого мнения придерживается в Совете депутатов Щелковского района. Проект районного бюджета на 2016 и плановый период 2017-2018 годов парламентарии рассмотрели на очередном заседании. В соответствии с региональным законодательством финансовый документ сформирован на три года программно-целевым методом. Сведения о доходах и расходах в 2016 году предоставило финансовое управление администрации Щелковского района. Общий объем доходов – 5 млрд. 113 млн. рублей, расходы – 5 млрд. 180 млн. рублей, дефицит бюджета – 67 млн. рублей. По данным финансового управления, в 2016 году большое внимание администрация планирует уделить мобилизации доходной части бюджета. На данный момент, по прогнозам, поступления от налоговых начислений составят 37,5% от дохода, неналоговые – 13,5% межбюджетные трансферты, более 49% доходов бюджета. Расходная часть бюджета в следующем году будет реализована в рамках 14 муниципальных программ. Как обычно, одной из самых затратных сфер станет образование. В эту отрасль поступит более 4 млрд. Положительно, депутаты отметили тот факт, что часть средств впадет на развитие сети образовательных учреждений, строительства школ в микрорайоне Солнечный и пристройки к учреждению образования в Медвежье-Озерском поселении. Также более 350 млн. будет направлено на реализацию программы «Эффективная власть». Здесь основные затраты связаны с предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, то есть обеспечении деятельности многофункциональных центров. Порядка 100 млн. получат учреждения культуры, около 80 – спортивная инфраструктура. Почти 180 млн. будет выделено на социальную политику. Большую часть средств в этом направлении составят субсидии на оплату жилых помещений, а также коммунальных услуг и обеспечение жильем льготных категорий граждан. Бюджет Щелковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 года имеет чутко выраженную социальную направленность, потому что порядка 80% бюджета направлено именно на социальную сферу. Так депутаты утвердили проект бюджета в первом чтении. В новый состав молодежного парламента войдет 15 человек. Список кандидатов депутаты также рассмотрели на заседании. Претенденты были отобраны в ходе конкурса. Более 25 юношей и девушек представили видеоролики, связанные с различными актуальными темами – от политики до экологии. В результате были отобраны лучшие. Утвердив состав парламента, депутаты отметили, что надеются на действительно активную работу юных парламентариев. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».